Здравствуйте! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплёв. Сегодня расскажем об уникальном мировом проекте, в котором приняла участие и Самара. Это будет почти сказка. Устраивайтесь поудобнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культурные и приличные граждане пришли с великим писателем пообщаться. Никаких спиритических сеансов, только современные технологии. Они к Льву Николаевичу через интернет обращаться будут. Актеры, журналисты и потомки классика задумали устроить живое чтение. Анна Каренина будет передаваться из уст в уста по всему миру. Сегодня мы начинаем мировое чтение романа Анны Каренина. В ходе этого уникального марафона появится новая версия этого замечательного произведения. Его живое издание, созданное из голосов читателей со всего мира. К его воображению представилась опять все подробности ссоры с женою, вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его. Да. Сергей Гармаш дает старт литмарафону и этих первых слов уже ждут сотни человек по всему миру, чтобы читать, чтобы слушать. Пусть и с техническими перебоями, с некоторыми паузами, но Анна Аркадьевна была постоянно онлайн. В Лос-Анджелесе, Тель-Авиве, Санкт-Петербурге и в Самаре. За право читать отрывки боролись самые известные и достойные люди города. Вот самарский актер Олег Белов скромно сидит в стороне супруга и перечитывает свой отрывок. Он пришел сюда сразу после спектакля. Весь вечер был на сцене. Приятная усталость, легкое волнение. Он должен был начать читать в полночь, но будет 14-м. В отличие от интернет-трансляций, где все четко, в городах случаются накладки. Но актер дождется, и роман зазвучит его голосом. Толстой, он весь напичкан вот такими цитатами, которые мы на протяжении жизни используем. Потомки писателя так решили возродить домашние чтения. Их, кстати, все чаще практикуют в музеях. Музей садьбы Толстого в Самаре не исключение. Здесь готовы и не на такие эксперименты. Так Самарский музей вместе с ним и весь регион доказали конкурентам, что обязаны быть в марафонском списке. Самарская богема на самом продвинутом уроке литературы. Каждого вызывают по очереди и просят озвучить подготовленную часть текста. Проект многих заставил роман, если не перечитать, то хотя бы освежить в памяти. Я прочитала предыдущую главу, она полегла за собой еще несколько глав. И вот если бы у меня было сегодня времени, я, наверное, начала бы читать просто роман. Сыдно говорить, но Анна Каренина я читал только по школьной программе. Как бы это не одно, не самое мое любимое произведение. Именитые чтецы в одной комнате, обычные любители литературы в другой. У них, кстати, с книгами напряженка. Тем, у кого Карениной дома не оказалось, для того, чтобы сделать издание живым, опять же, в сеть лезть пришлось. Роман читали с планшетов, электронных книг и даже телефонов. Я дурно спала, отвечала Анна, вглядываясь в лакея, который шел им навстречу, и по ее соображениям нес записку в Ронскому. Самарцы выходили в сеть два дня, но поставили финальную точку в Санкт-Петербурге. Интрига разрешилась в последний момент. Закончил чтение романа артист Александр Филипенко. Возможно, в следующий раз потомки задумают прочитать и «Войну, и мир», и тогда уж точно поставят мировой рекорд. Олег Николаевич за интернет точно бы сказал спасибо. Сеть его роман действительно сделала живым, и спустя 36 часов Анна Каренина ушла в офлайн. Впрочем, уже скоро проект «Живое чтение» будет выпущен в виде аудиокниги, и тогда голоса ее читателей вновь зазвучат в сети. Читайте, и для вас будет открыт весь мир. А я на этом прощаюсь. Увидимся завтра. Всего доброго.